Токтагульская ГЭС – одна из главных водных артерий Средней Азии. Она обеспечивает около 40% электроэнергии Кыргызстана. Но в последние годы уровень воды в резервуаре падает. На сегодняшний день объём воды водохранилищей составил около 12 миллиардов кубометров. Это, по сравнению с прошлым годом, почти на 3 миллиарда меньше. Причинами очередной непростой ситуации традиционно называют маловодный сезон и рост потребления энергии. Специалисты говорят, если показатель достигнет критической отметки, то нарушится работа всей ГЭС. Естественно, вопрос по физике. Со снижением объёма на Токтагульском водохранилище будет снижаться выработка на головной станции. Это не очень большая величина. Это, в принципе, достаточно для прохождения отопительного периода. Кыргызстану, чтобы выйти из энергетического кризиса, остаётся только импортировать электроэнергию у соседей. С марта по сентябрь Казахстан уже выделил 536 миллионов киловатт-часов. Узбекистан же предоставил 506 миллионов. А что касается тарифов, то с 15 октября в Кыргызстане начали действовать новые цены на электроэнергию. Однако для населения стоимость останется прежней. Изменения коснутся промышленных предприятий, им придётся платить 2 сумма 52 тына. Власти уверены, что новые тарифы на электроэнергию до конца года в бюджет принесут дополнительно более 400 миллионов сумм. На сегодняшний день наблюдается рост потребления порядка 10-12 процентов местами. В связи с чем мы энергетики просим, во-первых, наше население, во-вторых, наших крупных потребителей, оптовых покупателей и нашей распределительной компании к рациональному использованию электроэнергии, к бережному отношению к электроэнергии. Со своей стороны Национальные электрические сети Кыргызстана выполнили все поставленные задачи, согласно постановлению правительства Кыргызстана, все поставленные задачи со стороны Министерства и Национального Национального пользования. Специалисты говорят, высокий рост потребления электроэнергии напрямую влияет на уровень воды в водохранилище. Энергетики опасаются, что если не удастся накопить достаточный объем воды, то веерные отключения будут неизбежны. Однако чиновники уверяют, проблем с подачей электроэнергии в этом году не будет. Нагрузка на тест Бишкека будет увеличена до 420 мегаватт. Также предусмотрены взаимопоставки электроэнергии из соседних стран. Нашими энергокомпаниями проведена определенная работа по снижению потребления. Это в части снижения величины потребления на умных счетчиках до определенных величин. Это имеет свои эффекты. Проведена работа по отключению с 1 ноября литейных цехов плавильных. То есть все наши усилия сейчас направлены, чтобы наш народ был с электроэнергией круглогодично. Если мы вот эти все мероприятия выполним в полном объеме, значит никаких верных отключений не будет. Мы и не планируем эти верные отключения. Проблемы с водой наблюдаются последние 12-13 лет. Впервые покупать электроэнергию Кыргызстан стал в 2014 году, когда в стране наблюдалась засуха. Чтобы войти в осенне-зимний период, октогульскому водохранилищу необходимо не менее 15 миллиардов кубометров. Как отмечают эксперты, уменьшение уровня воды в резервуаре может привести к энергетическим проблемам не только в Кыргызстане, но и во многих соседних странах.